Так, расскажу небольшую предысторию про следующего комика. Дело в том, что мы когда открывали этот бар, у нас были прям какие-то проблемы. Мы вот только открылись, выходит комик, вот так вот берет микрофон, становится на провод и вырывает просто с корнем вот отсюда, представьте, и все, микрофон не работает. А мы открылись первый раз, мы не знали, что второй нужен микрофон. Ну, вот такая беда была. Потом еще был один момент, второе выступление, тоже этот же комик выходит. Он выходит просто, я не знаю, что у него с руками, он роняет микрофон, видите, он чуть-чуть гнутый, видите, микрофон. Вот это он, между прочим, да, неоднократно причем. И один раз тоже, третий раз это было, мы думаем, господи, какая-то анекдотичная ситуация. Он выходит, порожек же хорошо видно. Блядь, спотыкается, ломает нос, мы такие, бля, Вова. А сейчас, внимание, этот человек, который работает на нашем вертолетном заводе. Он самый непредсказуемый комик, да. Может быть, поэтому он в свои, там, 29 лет уже сидой, я не знаю, может быть, не знаю. Но я попрошу к нему отдельное внимание. Человек все-таки пожилой, мы его так называем. Встречайте, Владимир Сычев! Всем добрый вечер, всем здравствуйте. Давайте друг друга поаплодируем. А есть ощущение, что меня Камиль как будто душевного больного представлял, блядь? Сейчас он, блядь, доползет до сцены, блядь, ну вот этот парень, да? Я же здесь, ну, по квоте от государства выступаю, я правильно понимаю, да? Там Камиль меня так оправдал, что если я в какой-то момент обоссусь, ничего страшного, да? Я правильно понимаю, блядь, да? Главное, что вертолеты, блядь, летают, остальное поебать вообще, да? Ладно, я-ка, смотрите, я, короче, я родился в Ростове, живу в Ростове, и ростовчане ездили, ростовчане, поаплодируйте. О, потрясающе, потрясающе, что не все, да? Слушайте, я недавно узнал, мне рассказали, что оказывается по ростовчанам очень просто понять, что они ростовчане. Я был с другом в Москве, мы стояли в очереди за шаурмой, ну, естественно, да? И мы разговаривали, потому что мы друзья, блядь, и... И впереди нас стояла девушка, она так оборачивается, и говорит, а я смотрю, вы с юга. А я смотрю, он тоже ни хуя не с севера, если честно, блядь, но... Ну, такая пауза потом, она спрашивает, откуда именно? Я говорю, с Ростова. Она такая, Ростов, заебись. И внутри, знаете, так приятно стал вот этот региональный патриотизм. Проснулся, как будто через сукировую балку в Ростовскую область ехал, так приятно. Но так приятно, только когда вы встречаете таких отзывчивых, приятных людей, как вы, да? Я просто был в Стамбуле, я как-то иду и слышу вот эту русскую родную речь, вот эту пьяную, блядь, думаю... Да, блядь, думаю. Потом присматриваюсь, а на них шарфы, рассельмаш, я думаю, да, блядь! Родненькие, думаю. И слушайте, я из Ростова, я со второго поселка Ирженикидзе. Есть кто-нибудь со второго поселка, поаплодируйте. Да-да, заебись райончик на самом деле. И чтобы было понятно, что за район, он даже среди поселков Ирженикидзе, второй, блядь, ну... Проиграл даже это соревнование, представляете, ну... Я объясню. Весь город как-то перед Новым годом украшают, вешают какие-то гирлянды, у нас... Светофоры работают, как бы. Уже нихуя себе огоньки, понятно, как бы, да? Во всём городе как-то, ну, праздник, праздник, да, салюты... Нихуя себе огоньки, блядь, а-ха! Во всём городе, понимаете, праздник, салюты, фейерверки... У нас рынок классик горел. Там и салюты, и фейерверки, блядь! Я думаю, у меня дом взорвётся, нахуй, понятно, я... Есть кто-нибудь в Батайске, поаплодируйте... Это не стыдно, можно, но... Ничего страшного, я... Слушайте, я вырос в городе Батайске, я очень люблю этот город, и я там прожил 17 лет. И, кто не знает, на въезде в город висят таблички с надписями. На одной из надписей написано следующее. Россия начинается с таких городов, как Батайск. С каких таких Батайск, блядь? С неблагополучных? Ну, просто... Ну, я знаю, понимаете, там, если обочина сухая, уже неплохой тротуар, я вот так считаю. Там есть ещё одна табличка, на которой написано следующее. Батайск будет лучшим. Среди кого Батайск, блядь? Сальс, Таганрог, блядь? Ну, ты... Там, на самом деле, проще остальным как-то это. Ну, я, ну, с другой стороны, очень приятно... Ну, если бы я туда переезжал, мне было бы приятно. Там хочется жить, понимаете? В других городах они стремятся. Я был в шахтах, там нихуя не написано, понятно? Они ни к чему не стремятся. На въезде в шахты написано «Шахты, блядь!» Вот что там написано, понятно? Я ещё седой. И для меня не проблема в целом. Ну, я как-то к этому привык, понимаете? Вот есть залия седые люди, поаплодируйте. Да-да. Такие... Такие дряховые аплодисменты. Слушайте, ну... И для меня это не проблема. Я привык к своей седине. Я привык к своей седине, но вот пока только на голове, понимаете? Я... Я боюсь в какой-то момент... А там Борис Николаевич Ельцин, блядь, понимаете? Я... Я устал, я ухожу. Нет, к этому я не готов, понимаете? Просто седые волосы на голове, их как-то оправдывает молодое лицо. Согласен. Моё не оправдывает, но в принципе оправдывает, да? И слушайте, я... Я в целом уже не борюсь за это тело. Не борюсь за это. Я принял свою внешность, она идеальная. Объективно, лучше не будет, блядь. Хотите увидеть похуже, приходите через неделю, будет похуже, блядь. И я понял, что надо развиваться как личность. Я посмотрел специальные тренинги, и там в первом же уроке говорится о том, чтобы развиваться как личность, нужно покинуть зону комфорта. У меня, если честно, есть комфорт, но только эта рубашка. Я... Я, конечно, могу покинуть зону комфорта, но скажете, Володя, лучше оставайся в зоне комфорта, пожалуйста, блядь. Я не буду развиваться только ради вас, если честно. И слушайте, у меня, как и у многих других, проблемы с лишним весом. Я понял, почему. Потому что я люблю фастфуд. Я люблю фастфуд. Если любите фастфуд, по-прекрасному, да. И мне больше, знаете, понравилась МакАвто. МакАвто отличная тема. Я как-то ночью приезжаю в МакАвто, ну, потому что, видимо, дня мне не хватило, блядь. И... Я стою в очереди, я там не один, блядь, понимаете. Я стою в очереди, и передо мной тип стоит без машины, пешком. Я... Ну, я охренел. Это МакАвто. Ну, нет авто, ну, пошел нахрен отсюда, понимаете. Это так работает, блядь. Я просто подумал, братан, а что ты на этом остановился, блядь? Ну, поезжай в автомойку, блядь, ну. Помойся там, блядь. Я просто считаю так. Если ты приехал в МакАвто, играй по общим правилам, блядь. Возьми такси, я не знаю, ну. Смотрите, мне вообще тема еды нравится. Вот смотрите, мне нравится. Я был в командировке, привез своему другу сыр. Камамбер. А он с плесенью воняет. Я ему его даю, он говорит, слушай. А он не пропал? А я вот хер его, если честно. Пропал он или нет, он с плесенью и воняет. Я говорю, ну, бери, братан, это подарок, я его обратно не повезу. И в целом с сырами прикольная тема. Вот смотрите, у каждого есть свой запах. Берете адыгейский, нюхаете. Костром пахнет, классно, да? Берете брынзу, кислым молоком, здорово, да? Берете плавленый. Бедностью, блядь, да я понимаю, да? И мне, ну, ближе к плавленому. Я такой человек, я недавно, недавно купил плавленый сыр со вкусом 4 сыра, блядь. И скажу вам, на вкус обычный сыр, блядь, понятно? Слушайте, я работаю на заводе, как Амиль сказал, мне недавно выдали зарплатную карту МИР. Есть у кого-нибудь такая карта, поаплодируйте. О, да. Обожаю эти грустные аплодисменты бюджетников, блядь. Слушайте, о чем думали люди, которые назвали эту карту? Ну, последнее, что так назвали, ну, утопили в Тихом океане. Это ли не пример полного провала, блядь, ну? Просто мне кажется, что название этой карты слегка переоценено, понимаете? Ей же можно расплатиться только в России, блядь. Я бы назвал эту карту МИР. Ну, нет загранпаспорта, планов на будущее, карта МИР. Для тебя, блядь. И стоит признать, эта карта современная, в ней есть такая условия, как кэшбэк. Ну, как по мне, кэшбэк – это маркетинговый ход. Там, ну, 2-3%, не в каждый магазин скидка, но это все ерунда, да? У меня просто самый крутой кэшбэк был в 90-е. Я с отцом поехал покупать куртку на рынок, и мне понравилась куртка за 4 тысячи рублей. Ну, у меня уже тогда был вкус, блядь. Ну, пахан тоже не долбоюб, если честно. Пока продавец отвернулся, пахан взял бычок и аккуратненько припалил рукав, блядь. И куртку продали за полторашку. Вот это кэшбэк, блядь, понимаете? Слушайте, а кто любит выходные, поаплодируйте. О, выхарепно, я всегда так радуюсь, когда все аплодируют. Я просто не люблю выходные. Как по мне, это полная ерунда, если честно. У меня выходные редко выпадают. У меня, как правило, не так спланированы, блядь. Я, ну, не мной причем. Слушайте, я как утром проснулся, я как сел за руль. Мы вечно куда-то едем. Ваша надо? Надо. На рынок надо? Надо. Я в понедельник отдыхаю от выходных, блядь, понимаете? Потому что на работе я знаю, где проебаться, блядь, а? Я кофе себе купил, сижу, курю, все нормально. Я в субботу не знаю, где проебаться, понимаете? И, слушайте, у меня есть девушка, как ни странно, да, естественно. Я же хороший, блядь, ну. И, слушайте, у нее филологическое образование. Есть у кого-нибудь в зале филологическое образование? Попадеру туда. Я живу, как на минном поле, блядь. Я постоянно ошибаюсь, оказывается. Ну, я по телефону разговариваю, она меня всегда поправляет. Я не могу ни одну мысль довести до конца, понимаете? Она меня спрашивает, чем ты занимаешься? Я говорю, сижу, кушаю. Она говорит, так говорить неправильно. Я говорю, почему? Она говорит, потому что кушает неправильно, применительно к твоему возрасту. Так выражаются дети. Либо это проявление мещанства в речи. Я говорю, я мещанин. Она говорит, так говорить неправильно. Правильно, говорит, мещанин. Я говорю, отъебись, дай поесть, блядь. Она говорит, поесть. Вот так, говорит, правильно. Я просто думаю, что когда человеку, ну, когда он поступает на филологическое образование, нужно всего лишь один тест проводить. Не душнило ли он, блядь, понимаете? Слушайте, мне недавно уведомление пришло. Я вызывал такси, мне пришло уведомление через приложение. И там было написано следующее. Ваш водитель выполняет заказ, а потом направляется к вам. Я подумал, ничем поебать, чем там водитель занимается, пока он ко мне направляется. А что было бы, если бы я пораньше такси вызвал, ну, на часок? Там ваш водитель пока с женой, где-то там своими делами занимается. Потом еще типа отвезет, блядь. А потом направляется к вам. Приложение почему-то решило, что мы с водителем друзья, блядь. А что у меня за бабки-то везет, блядь, я не пойму. И слушайте, я недавно попал в невовку ситуацию, был с сестрой в гостях и попросил вызвать такси. Она человек семейный, мне по привычке, по привычке вызвало такси с детским креслом. А я не знал, что мне вызвало такси с детским креслом. Я выхожу и сажусь в машину, водитель мне говорит, а где ребенок? Я говорю, какой ребенок, блядь? Но он подумал, что вопрос уже достаточно хорош. Решил просто его повторить. Говорит, где ребенок, блядь? Я думаю, ну надо сыграть с ним в эту игру. Говорю, какой ребенок, блядь? Я говорю, ты жену мою знаешь? Он, нет. Я говорю, я тоже, блядь. Какой ребенок, блядь? И узнал, узнал, для вас расскажу. Узнал, что оказывается такси с детским креслом стоят дороже, чем комфорт. Представляете? Получается комфортно жить дешевле, чем иметь ребенка, блядь. Для этого даже детей не надо заводить. Просто приложение установите. На этом у меня все. Спасибо, для вас был Адерсел. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...